Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Субтитры создавал DimaTorzok Возможно, самые ценные и эффективные виды уже давно произрастают на ваших участках и близких территориях. Осталось их определить и использовать по назначению. Дмитрий Юровский – травник с медицинским образованием. Он заосознанный подход к траволечению. Безопасно ли использовать боровую матку? И это растение, которое под видом боровой матки довольно часто можно встретить даже в некоторых фитомагазинах и на рынке особенно. Только правильно собранные и высушенные по всем правилам травы смогут оказать благотворное влияние на организм. Можно просто расщеплять корень вдоль и получать вот такие приятные корешки. Корень очень ароматен, такая довольно интересная жгучая смесь. Какую целебную силу таят привычные нам растения? Чем стоит запасаться на зиму? Смотрите и пополняйте вашу живую аптеку. Здравствуйте! Это «Живая аптека». Меня зовут Дмитрий Юровский. И сегодня мы говорим о знаменитой женской траве. У меня в руках пакетик, купленный на рынке. Мне сказали, что это боровая матка, вот то легендарное растение. Но я вижу, что это совсем не боровая матка. На самом деле это ее двойник. И вот в данном случае это тоже лекарственное растение. Но обладает ли она теми же лечебными свойствами, что и боровая матка? Не опасно ли ее использовать женщинам? Вы узнаете в нашей сегодняшней программе. Ну а я иду искать и хочу вам показать настоящую боровую матку, которую так часто ценят в народной медицине. Ну вот они, наши боровые травы, женские. Это те растения, которые в основном применяются для лечения разнообразных гинекологических проблем у женщин. И где-то здесь кроется знаменитая легендарная боровая матка. Именно эта трава считалась наиболее активной в отношении лечения бесплодия у женщин, восстановления менструального цикла и лечения воспалительных явлений яичников. Очень часто на рынке под видом боровой матки продают совершенно иное растение, которое на него внешне похоже. Это грушанка круглолистная, иногда попадается зимолюбка зонтичная. Но истинная боровая матка выглядит менее презентабельно, и даже если вы пойдете ее собирать, скорее всего, вы даже не приметите это небольшое, малоинтересное растение. Артилья отнобокая или рамишия отнобокая, как называют это еще растения, из-за того, что цветоносы у него находятся на одну сторону. Листья довольно обыденные, можно отметить, что никакие они не специфичные, очень похожи на листья рядового растения дерева, ну, яйцевидные, да. Главная особенность этого растения образует розетку и вот эта отнобокая кисть. И если вы собираете боровую матку, увидели ее осенью, то здесь образуются такие небольшие плодики. Но плодики имеются и у сходного растения. Это зимолюбка зонтничная, у нее после цветения точно так же, но во все стороны здесь листья у нее зонтиками. Листья кожистые, очень похожи на листья либо толокнянки, либо брусники, но отличаются тем, что зимолюбка образует мутовку, из нее отходит ряд листьев, то есть из одного места сразу целая кипа листков. Цветок у зимолюбки зонтничной похож на ландыш, чем-то напоминает такой колокольчик, слегка розоватый. А у артилии однобокой довольно простой белый цветок. Но если на фоне этих двух трав вам попадется грушанка круглолистная, то вы удивитесь, потому что листья грушанки бывают еще гораздо крупнее, нежели листья боровой матки. И образуется очень высокий цветонос, полностью усыпанный цветами. И когда это растение в середине июня находишь его в лесу, то кажется, будто бы это ландыш зацвел, невероятный аромат растения, иногда называют его глухим ландышем. Так вот, в принципе, большого вреда не будет, если под видом боровой матки вам предложат зимолюбку зонтничную, либо грушанку круглолистную или зонтничную. Главное, чтобы эти травы были качественно заготовлены, непосредственно хорошо высушены. Когда же мы заготавливаем грушанку, чтобы получить сырье высокого качества? Это очень важный момент. Все зимостойкие растения, вечно зеленые, они относятся к вечно зеленым травам, заготавливают либо ранней весной после исхода снега, либо поздней осенью перед снегом. Почему? Если мы заготовим листья грушанки, зимолюбки или артилии летом, в середине лета, во время цветения, они потемнеют, будут невероятно темные и полностью лишены лечебных свойств. Не смогу сказать, что прям полностью, но тех лечебных свойств противовоспалительных, какие мы хотели бы, она обладать не будет. Боровую матку, грушанку и зимолюбку можно встретить в хвойных, смешанных и мелколиственных лесах. Они растут вместе и по отдельности, на опушках и в лесных оврагах. Несмотря на то, что растения похожи внешне, отличить их довольно просто. Боровая матка или артилия однобокая имеет листья яйцевидной формы. Цветки паникающие собраны по 8-18 штук в густом однобоком соцветии. Зимолюбка зонтичная имеет продолговатые, кожистые, вечно зеленые листья. Ее цветки на длинных цветоножках собраны в зонтиковидные кисти по 8-12 цветков. Листья грушанки самые крупные, имеют овальную и округлую форму. Цветки в кистевидном равностороннем соцветии. Кисть редкая, прямая, многоцветковая. У всех трех этих сестрец присутствует противоспалительный и антибактериальный эффект. Зимолюбка зонтичная способна еще выведению азотистых солей. Грушанка круглолистная хорошо помогает при сердечных отеках. А аромишия однобокая, трава, боровая матка, имеет прогестероноподобный эффект. То есть в ней не доказаны вещества, которые способствуют выработке яичниками прогестерона. Но было замечено, что неверное использование этой травы может навредить в некоторых случаях. Дело в том, что прогестерон понижает эстрадиол, женский половой гормон. И эстрадиол пониженный – это хорошо, когда мы используем боровую матку при миомах, фибромиомах. А вообще в целом все эти три сестрицы идеальны просто для лечения цистита, воспаления мочевого пузыря, лечения заболеваний почек. Вплоть до почечной недостаточности можно назначать грушанку. Это довольно нежное растение, можно его использовать детям. При атонии кишечника назначается грушанка. И хотелось бы отметить тот факт, что эти травы относятся к разряду уросептики. И мы их назначаем всегда, когда у нас есть восходящая или нисходящая инфекция мочеводелительных путей. Основное действие этих лекарственных растений связано с тем, что в них содержится гидрохинон, который при расщеплении превращается в арбутин. Арбутин – это сильнейший противовоспалительный компонент и очень сильный бактерицид. Борется с синегной палочкой, стафилококком и так далее. Все урагенные инфекции в этих случаях помогают арбутиносодержащие травы. И не только боровая матка, грушанка, зимолюбка, это может быть даже верес. И листья не только грушанки, да и обыкновенные груши, которые растут абсолютно у каждого на даче. В ней тоже много арбутина, поэтому мы можем заменять. И, кстати говоря, лист груши и плоды груши используются для лечения простатитов у мужчин. Поэтому следует сказать, что не всегда стоит искать и боровую матку, и грушанку. Достаточно обратиться к своей даче в саду, найти то лекарственное растение, которое вам поможет. Отметить бы мне хотелось и тот факт, что достаточно много мифа связаны с боровой маткой, о том, что это очень редкое растение. На самом деле она широко распространена в наших хвойных барах. Мы можем встретить ее и в смешанных лесах. Но очень важно, если вы хотите пересадить и боровую матку, и грушанку, и зимолюбку, обязательно условия всегда нужно брать ком земли, так как в нем содержатся микобактерии, которые создают с боровой маткой симбиоз. Без них боровая матка не прирастет на вашем участке. А что касается лечения бесплодия, то естественно, что такое лечение бесплодия чаще всего связано с тем, что у женщин имеется непроходимость маточных труб. И в этом случае желательно к боровой матке, зимолюбке. Если мы знаем гормональный статус женщины, в этом случае вам обязательно нужно обратиться к специалисту. Боровая матка, грушанка и зимолюбка обладают похожими свойствами и направлены на лечение ряда гинекологических заболеваний. Например, миомы матки или климактерических изменений в организме, а также аденомы простаты. Обращаем ваше внимание, что информация носит ознакомительный характер. За лечением следует обратиться к врачу. В саду заменят боровую матку, грушанку, лист груши, да. А иногда еще можно взять растение, которое очень часто распространяется, как почва покровная. Это бадан толстоплодный. У него используются черные листья, но для лечебных целей, конечно, нужно будет их тоже отдельно высушить перед снегом, да, когда будет уже непосредственно глубокая осень, либо после схода снега. А темные листья, как и у него, у бадана, так и у грушанки, в принципе, можно заваривать в чай и получать довольно симпатичный чайный напиток с приятным вкусом и даже мочегонным эффектом. Для того, чтобы заготовить листья и зимолюбки, и грушанки, и боровой матки, нам понадобится либо серп, либо можно даже вручную. Главная задача в том настроиться на длительный сбор. Для лечения потребуется много сырья, а трава очень мелкая, очень не крупная. Редко бывают такие хорошие эпические экземпляры. Поэтому потребуется достаточно приложить сил, зато отдача будет полноценная. При сборе боровой матки, зимолюбки и грушанки очень важно, прежде чем ее сушить, перебрать, потому что в ней очень много попадается хвоинок. У грушанки с зимолюбкой попадаются вот эти вот отсветшие цветоносы, поэтому их следует удалить перед сушкой. И вот уже в таком виде, да, кстати, черешок вот этот довольно плотный, его тоже можно удалить, оставив одни листья. У боровой матки мы также удаляем цветонос отсветшие. Желательно все-таки, несмотря на то, что мы ее объединим, вот эти все три травы, но разложить по отдельности, рассортировать сначала боровую матку, зимолюбку и отдельно уже высушить грушанку. Почему? Возможно, нам понадобится в будущем зимолюбка или грушанка в отдельности, или боровая жематка, и таким способом мы сможем хранить эти три травы раздельно, а уже потом для изготовления нашего главного лекарства, третчатки, мы уже можем их объединить. Обращаем ваше внимание, что информация носит ознакомительный характер. За лечением следует обратиться к врачу. Теперь осталась главная задача высушить, чтобы они не потемнели. Если вы собрали их правильно, они не потемнеют. Для этого должно быть, конечно, идеальное место сушки в темном месте, проветриваем. И нужно будет эти травы ворошить, потому как они могут немного подпревать от соприкосновения с подстилкой. Очень важный момент подстилка. Это должна быть либо ткань чистая, либо бумага. Не используем никогда газету, потому как от газеты, когда мы раскладываем лекарственные растения, она намокает, а после этого начинает подсыхать. И наши травы, которые мы положили, они начинают впитывать типографскую краску. Она не очень полезная. Поэтому избегаем газет. Самый лучший материал – сетка, матерчатость, либо мешковина, либо это, конечно, крафтовая бумага. Идеально. Или какая-то белая бумага без типографской краски. После этого, как через несколько дней, ну, как правило, 3-4 дня, можно воспользоваться электросушилкой, температура 50 градусов Цельсия. И после того, как наши травы высохнут, подсохнут, они сохранят свой зеленый цвет. Грушанка очень весомо сохранит. Отстанется практически такой же. Мы можем приступать к изготовлению нашего главного средства – это травяной настойки. Сушить боровую матку, грушанку и зимолюбку следует в темном помещении с хорошей вентиляцией. Чтобы травы не прели, их необходимо переворачивать. Важную роль играет подстилка. Сушить растения необходимо на сетке, ткани или чистой бумаге. Газета и полиэтилен для этих целей не подойдут. Помните, идеально высушенное растение сохраняет свой первоначальный цвет. Если листья потемнели, значит, они высушены неправильно и потеряли большинство полезных свойств. А пока у нас есть свежая боровая матка, я предлагаю воспользоваться фитонастоем. Так как фитобальзам ждать достаточно долго, требуется не менее месяца, мы можем воспользоваться в этот период обычным водным настоем. Для этого идеально подходит свежая паровая матка. Как заваривать свежие растения? Если для обычных целей нам подходит чайная ложка сухого сырья на стакан кипятка, то свежего потребуется в два раза больше. Это примерно столовая ложка. Но так как растение достаточно крупное и дозировать его сложно, мы воспользуемся народной мерой. Это примерно одна щепоть. Мы берем примерно вот столько боровой матки. Это где-то 5-7 граммов боровой матки на один стакан кипятка. Идеален для этих случаев, конечно же, чайничек. Здесь мы будем заваривать наш настой. Для свежего растения нам понадобится крутой кипяток. Если обычные сухие травы мы заливаем 60-70 градусов по Цельсию водой, то для свежего растения идеально подходит кипяток. Он высвободит действующие вещества намного быстрее. И мы получим приятный лечебный фитонастой. Ну и где-то половина чайника это и будет равняться одному стакану. Стакан может быть 200, максимум 250 миллилитров. Мы будем выпивать его в течение дня в 3-4 приема по 50 миллилитров за 30 минут до еды. И курс воздействия примерно 3-4 недели. Как раз к этому моменту настоится наш уже фитобальзам из смеси грушанки, зимолюбки и боровой матки артилии. Для приготовления водного настоя артилии понадобится 5-7 граммов свежих листьев боровой матки на 250 миллилитров крутого кипятка. Перед употреблением настоять в течение 2-4 часов. А лучше оставить на ночь для достижения лучшего эффекта. Пить такой настой следует в течение месяца 3-4 раза в день по 50 миллилитров за 30 минут до еды. Ну а мы переходим к сухим травам, к изготовлению вытяжки из трех боровых растений. Напоминаю, что это грушанка, зимолюбка и артилия, наша боровая матка. Нам потребуется емкость пол-литра. Мы будем изготавливать настой из 5 столовых ложек смеси трав на пол-литра водно-спиртового раствора 40%. Для этих целей нам подойдут уже измельченные травы. Я заранее измельчил боровую матку. Это средняя фракция. Не измельчаем в порошок, так как они недолго тогда хранятся. Происходит накисление кислородом, и такие травы очень быстро приходят в негодность даже вот в такой стеклянной таре. И они не теряют своих свойств, если мы будем в крупном измельчении хранить в течение одного года, а может быть даже и двух лет. Иногда травы не измельчают, а вот в таком рыхлом состоянии просто укладывают в бумажный мешок и хранят в доме. После чего, когда потребуется ими воспользоваться, измельчают уже перед применением. Ну и для нашей настойки нам потребуется 5 столовых ложек. Мы возьмем примерно по полторы столовых ложки каждого сырья. Это у нас боровая матка Артелия от Набокая. Можно ориентироваться на глаз. В принципе, не возбраняется, если травяную массу у вас будет больше или меньше. Это примерно четверть и даже одна пятая емкость по объему. Иногда мы таким образом измеряем травы, которые очень сложно дозировать. Бывают они очень волокнистые, либо очень объемные. И тогда ориентируемся не по весу, не по столовым ложкам, а по объему. Теперь мы заливаем раствор, пол-литра. Настойку можно не перемешивать. Растения осядут через 2 часа на дно. Важно закрыть плотной крышкой. И поставить на нижнюю полку буфета, например, на кухне, либо в шкаф, где нет доступа солнечного света, так как ультрафиолет очень губителен для многих действующих начал лекарственных растений. Ну и, конечно же, температура комнатная может быть чуть пониже. Не ставим на стойки в холодильнике. Они прекрасно хранятся в обычных условиях. Главное, чтобы крышка была плотной. И нам нужно сделать этикетку, чтобы не забыть, что же здесь находится через 30 дней, когда мы его процедим, как использовать фитобальзам, какие дозы и сколько срок у него хранения. Для приготовления лекарственного фитобальзама для укрепления женского здоровья необходимо смешать полторы столовых ложки сухих, измельченных листьев боровой матки, зимолюбки и грушанки, залить сухие листья спиртовым раствором и настоять в течение месяца в темном месте при комнатной температуре. Употреблять настойку следует предварительно, растворив одну чайную ложку фитобальзама в 50 мл чистой воды 3-4 раза в день. Как же использовать данную настойку? Три раза в день по чайной ложке предварительно растворяя в четверть стакана чистой воды 3-4 недели. Можно использовать 6-8 недель, если у вас имеется какой-то воспалительный процесс, например, это пиелонефрит, цистит, уритрит, то в этом случае можно более длительно использовать нашу смесь-тройчатку. Ну и, конечно же, мне хотелось бы отметить, что в некоторых случаях допустимые низшие дозы, особенно если у вас мало настойки, это 30-40 капель, лучше всего использовать травы более длительным сроком, но в меньшей дозе, нежели более усиленная доза, но короткий срок. То есть 2 недели по чайной ложке – это хуже, нежели 4 недели по 30 капель, растворяя, конечно же, в четверть стакана воды. Ну и, конечно же, следует отметить, что через 30 дней, когда мы процедим настойку, она уже будет достаточно темной, активной. Арбутин, который содержится в травах, перейдет в раствор, и мы можем использовать эту настойку также местно, то есть наружно, на кожу при различных воспалительных процессах. В быту это очень удобно. Из противопоказаний следует отметить, что грушанка нежелательна при атонических запорах. Боровую матку мы осторожно используем как гормоностимулирующее растение, и в целом зимолюбка безопасна. Но в тройчатке они уравновешиваются, и в низших дозах можно использовать практически многим людям. И если вы в течение 2-3 недель принимаете нашу тройчатку как противовоспалительный компонент, это будет довольно-таки безопасно. Так что используйте боровую матку, грушанку и зимолюбку вместе, чтобы они не несли нежелательных эффектов и были наиболее активны. Я очень надеюсь, что данная тройчатка займет надежное место в вашей травяной кладовой. Ну а я отправляюсь на поиски новых лекарственных растений для нашей живой аптеки. С вами был Дмитрий Юровский. До новых встреч! Обращаем ваше внимание, что информация носит ознакомительный характер. За лечением следует обратиться к врачу. Если вы хотите узнать еще больше новых лекарственных растений, подписывайтесь на телеканал Загородный, ставьте лайк, если это видео вам понравилось, и, конечно же, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новых серий живой аптеки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok